Сначала, когда я родила Тёмку, конечно, был шок, но он длился очень недолго, очень быстро, и я поняла, что всё-таки это не шок, это счастье. Это огромный дар, и дар потому, что он научил меня очень многому в моей жизни. Он полностью поменял моё мировоззрение, он научил меня радоваться мелочам, научил понимать того, что нужно ценить каждый миг, каждую минуту этой жизни. И поэтому я очень благодарна тому, что я стала особенной мамой вот такого солнечного ребёнка. О том, что я буду главой организации, конечно, я не задумывалась, но просто когда прошёл год, поняла, что очень не хватает общения, хочется рассказать, показать и помочь этим деткам развиваться, социализироваться. Поэтому мы собрались вот с такими инициативными мамами, ну и так как-то уже повелось в силу своих лидерских качеств, и решила, что будет мне достаточно просто вести за собой команду активных, очень креативных и очень замечательных родителей, с которыми мы можем переворачивать мир с ног на голову и доказывать всем, что солнечные дети – это наше будущее. Самых активных семей около десяти, а вообще в нашей организации уже больше сорока семей. Мы существуем совсем недолго, нам два с половиной года, 21 марта будет три года, так что будем праздновать свой очередной маленький юбилей. А достижений у нас очень много, мы уже стали победителями в оригинальном конкурсе благодейных Херсонщины. Мы заняли первый, наш проект стал лучшим, признан лучшим в Украине в 2015 году, как проект по работе с особенными детками. Наши дети становятся лауреатами международных фестивалей, они поднимают залы, когда танцуют, и зал стоя им аплодирует. В общем, это круто. Мы провели несколько фотовыставок, готовим следующие проекты, большие и красочные. Мы много что сделали, наши детки оздоравливаются за счет городского бюджета. Мы ежегодно проводим турнир по футболу. Да, это вообще-то просто настолько здорово, когда футболисты играют с нашими детками. В общем, много чего мы проводим, еще больше хотим провести. Очень понравилось то, что есть такой центр «Дорога жизни» и классная программа транзитного проживания. Это то, о чем мы говорили и хотим сделать в Херсоне, чтобы молодые люди, когда подрастали, они могли сами попробовать себя пожить самостоятельно, без семьи, без взрослой опеки. Просто отдельно, хотя бы недельку. У них было такое место, как квартира, где был какой-то маленький бюджет, и они могли самим его распределить, сходить купить что-то в магазин, приготовить. То есть вот это очень интересная идея. Она тоже родилась у нас в Херсоне. Я смотрю, что Ужгород ее уже воплотил. Мы пока еще нет, но надеюсь, что мы ее обязательно поддержим и воплотим у себя в Херсоне. Мы вообще дружим со всей Украиной. Совсем недавно мы ездили в Польшу. Ездило семь лидеров украинских организаций, которые работают с детками с синдромом Дауна. Это была замечательная поездка. Мы там еще больше перезнакомились, дружились, решили проводить совместные опыты. Совсем недавно мы помогали в Венеции организовать, создать такую же организацию. И тоже планируем поехать к ним по обмену опытом. Но это уже будет ближе к маю, июню месяцу следующего года. Мы дружим со всеми. Вот ждем, когда привернемся из Ужгорода. К нам очень хотят приехать в гости николаевцы. У них нет такой организации, но они очень хотят ее создать. Поэтому придут к нам, чтобы мы могли поделиться опытом, рассказать, как это круто, как это здорово, помочь создать такую же солнечную организацию в Николаеве. Ну, я хотел бы сказать, чтобы эти люди не запирались дома, а выходили наоборот. Во-первых, ребенку развитие дома мало чем поможет. А вот развитие именно в обществе, оно его и разовьет быстрее. И общество, глядя на такого человека, будет учиться толерантности, толерантному отношению к этим людям.